Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам сделать декор невероятной красоты, от которого в восторге и дети, и ослые, которые создают новогоднее настроение, отлично выглядит. При этом нам нужны самые-самые простые материалы. Картоночка, баночка, скотч бумажный, фольга и вата. Ну что, приступим. Для начала мы сделаем подставку. Для этого нам нужно вот так вот обвести нашу баночку. У меня вот такая вот баночка. Можно, в принципе, любую использовать или даже пластиковую бутылку. Вырезаем вот такой вот произвольно неровный, даже не знаю, как его назвать, круг. И если вы захотите это чудесное изобретение использовать как светильник, то сделайте вот такое вот отверстие в серединке, как сделала я. Теперь мы вот эти все краешки заклеиваем бумажным скотчем. Не аккуратно, вот так вот, как оно ложится. Это абсолютно неважно. Вся прелесть этого изделия в том, что его всегда можно подровнять, подправить, добавить, убрать. Делается это все очень легко. Справится любой. И при этом невероятное удовольствие я получила от изготовления. Потому что абсолютно не страшно, ровно, неровно. Все очень даже замечательно получается. Вот так вот мы обклеиваем нашу подставочку, укрепляем ее. Теперь нам нужно приклеить банку. Я сломала свой пистолет горячий. Клей-пистолет. Поэтому я воспользуюсь обычным супер-клеем. Но, естественно, клеем-пистолетом это удобнее сделать. Вот я крепенько приклеила. Такой у меня 88-й. Теперь, вот видите, у меня такая баночка неровная. Она сужается к низу. И мне нужно ее выровнять. Я использую фольгу. Таким вот образом, просто как бы наращивая внизу объем. Вам это делать не обязательно, если у вас баночка просто ровненькая. По всей длине. Вот так вот я добавляю, жмакаю. Не особо стараясь. Смотрю просто, чтобы оно дало объем, который мне нужен. И заклеиваю это все бумажным малярным скотчем. Вот так. Опять же, не стараясь как-то ровно его расположить. Посмотрите, вот даже вот уже видна структура. Это у нас будет дерево. И вот такие вот чудесные выпуклые части. Это как будто кора. Теперь я намечаю, где у меня будет дверь. Вот так вот хочу сделать. Тоже, опять же, не стараясь. Это все будет закрашиваться. Тут ничего страшного. Можно исправить. На банке можно спиртом вытереть тот фломастер, которым вы разметку делали. Вот приблизительно вот так вот я хочу расположить окошки. За счет того, что это будет такой вот эльфийский домик, здесь тоже не обязательно соблюдать какую-то ровность или симметрию. Вот вы делайте так, как вам нравится. Оно все будет хорошо смотреться в итоге. Вот я хочу сделать вот таких вот два окошечка здесь. Пожалуй, еще сверху сделаю одно круглое окно. Вот такое вот намечу. И, наверное, еще сбоку тоже я добавлю одно окошечко. Вот так вот я сделаю вот здесь. Тоже рисую просто, без всяких линеек. Просто намечаю. Вот так. Теперь мы сделаем ветки вверху. Я беру старую картоночку. Вот это такой гаврокартон, какая-то коробочка старая попалась мне под руку. И вот так вот его скрутила немножко и формирую веточки. Сделали вот такие вот произвольные высоты. Немного зафиксирую и сейчас скотчем, чтобы они не разъезжались. Вот таким образом будет достаточно. Теперь смотрим. Тоже так приблизительно, вот как вам хочется, где бы они, чтобы они где-то вот располагались. Вот поприкладывали. Берем и скручиваем их. Вот так вот буквально как пластилин. Формируем ту форму, которую нам нужно. И краешки надрываем или надрезаем, чтобы вам было легко приклеить их к банке. Лучше всего это делать горячим клеем, но можно и суперклеем, если нет под рукой клея пистолета. Вот так вот я приклеила несколько веток произвольно. Где-то делала надрезы, чтобы они плотнее к банке прилегали. Опять же, можно не стараться особо. Это все не важно. Это все закроется. Вот такое вот пока странное дерево получается. Теперь берем скотч и вот так вот кусочками тоже фиксируем. Веточки, которые мы приклеили, приклеиваем его к банке, чтобы они еще лучше и надежнее держались. Хорошенько все прорабатываем вот таким образом. Кусочками фиксируем. Я еще вот добавила зубочистки, можно шпажки. Захотелось бы немного веток еще каких-то вот так вот. Протыкала ножницами, вставляла палочки. Они нормально держатся, когда вы еще обмотаете это все дополнительно скотчем. Вот таким вот образом. Еще я добавляла фольгу внизу. Вот видите, структура дерева хорошо вот так вот проступает. Отлично. Красивая структурная получается. Вот тут, например, ветка. Я на нее смотрю и мне хочется добавить объема. Опять же, я беру фольгу в произвольной форме, мну ее, как-то так вот прикладываю, как получается, не особо стараясь. Нужно придавливать сильнее, чтобы плотнее было. И смотрю, ага, вот теперь она мне нравится больше. И получив нужный результат, я фиксирую его скотчем. Таким образом вы можете формировать любой толщины ветки, любой высоты, любой конфигурации. Очень удобно работать. И здесь можно не стараться. И все щербинки и неровности очень красиво формируют структуру дерева. Вот в этом и прелесть такой поделки. Вот хорошенечко мы его зафиксировали, закрыли фольгу. Промяли вот так вот, чтобы все было красиво видно. Еще разочек. Закрываем все хорошенько, если где-то добавляем фольгу, хорошо закрываем ее кусочками скотча, не наклеивая на окошке. Окошки у нас должны оставаться незаклеенными. Таким образом еще ногтями немножечко структуру проявляю. Вот теперь мы все обклеиваем до конца, избегая области окошек. Вот таким вот образом. Я немножко жмакаю, придавливаю, где-то формирую складочку, чтобы вся вот эта структура красивая коры была проявлена. Теперь хочу вот добавить еще корней, таких выступающих массивных корней. Для этого опять мне помогает фольга. Прикладываю вот так же в произвольной форме. Сминаю ее по-разному и смотрю. Вот так вот смотрите, нравится вам то, что получается. Ну вот вполне себе симпатично. Значит зафиксируем это с помощью скотча. Сразу же таким образом раз. И наш корешочек уже хорошо держится. Закрываем его до конца. Вот таким образом. Вот что получается. Я добавлю таких корней еще несколько штук. Немножко сзади. Тут мне хочется еще немного добавить сверху, чтобы не было этой ямки. Вот таким образом. Добавляем. Так лучше. И фиксируем скотчем. Закрываем полностью всю фольгу. Не оставляем ее, чтобы ее не было видно. Вот. И ногтями помогаем вот так вот немножко придавляя, формируем структуру. Вот еще одну штучку наклеиваю, пожалуй. Вот таким образом. И теперь сделаю еще несколько корней. Вот что у меня получилось. Тут несколько штук так завернула немножечко. Теперь хочу сделать порожек. Возьму для этого кусочек картонки. Тоже кафрокартон, какая-то старая коробочка. И вот так вот примеряю, вырезаю. Нужно чем-то приклеить удобным. Вот у меня под рукой был скотч двусторонний. Я хочу, чтобы он был повыше, этот порожек. Поэтому я сделаю несколько слоев. Опять же, не особо стараясь ровно вырезать. Отрезали кусочек и примерили. Посмотрели. Подходит или может быть надо немножечко углубление больше сделать. Я хочу еще один слой добавить, чтобы он был повыше, более выразительный. Приклеиваю еще один слой и вырезаем. Вот теперь мне нравится результат, я его приклеиваю. Сейчас еще немножечко углубление сделаю, чтобы плотнее пришелся. Вот так. Теперь я хочу еще сделать вот такую вот крышу. Вырезала картоночку, подровняла ее, прикладываю, смотрю, где-то что-то лишнее обрезаю и приклеиваю. Вот я ее приклеила по рожеку к крышу. Теперь вот сделаем вокруг окошко. Такой вот жгодик из скотча бумажного. Скручиваем тоже в таком хаотичном порядке. Прикладываем и смотрим. Задача выделить окошечки. Таким образом скрутили, определили длину и приклеили. Вот так вот. Выделили все окошечки. Тут я заклеила сзади картонку. Теперь дверь. Дверь тоже вырезалась той же коробочке. И за счет того, что это гофрокартон, вот видите, хорошо ногтями вот так вот можно в эти бороздки продавить и получить красивую структуру досок. Даже ножничками вот так вот, пожалуй, пройдусь. Вот так. Получается такая симпатичная дверца. Ее приклеила. Теперь хочу сделать балкончик. Тоже, опять же, картонная коробочка. Вот я вырезала деталь, которая подходит, похожая на порожек. Вырезала маленькими маникюрными ножницами вот такой вот краешек. И теперь вот это вот все я приклею. И потом обмотаю скотчем. Вот приклеила. И теперь во все вырезанные части, сквозь, хорошо фиксирую вот эту всю конструкцию. Такими маленькими кусочками скотча я это все полностью буду заклеивать. Сначала вот так вот хорошо фиксирую вместо склейки. Вот таким вот образом. Чтобы балкончик был крепкий. Дополнительно ее уплотнить. Ну и он нам нужен беленький, ровненький. Теперь вот сюда вот так вот хорошенько. И все полностью таким же образом обклеиваем. Вот что у нас получилось. Полностью беленький, крепенький, хороший балкончик. Я его вот сюда вот так прикладываю. И приклеиваю, как мне вот нравится. Понише, повыше. Вот так вот хорошо. Вот мы приклеили. Дополнительно еще вот здесь вот я добавила полосочки скотча. Чтобы еще надежнее держался. Крышу я тоже обмотала кусочками скотча. Добавила где-то еще, где дерево светилось немножко. И теперь я беру обычную акриловую краску. Самую дешевую. И она должна быть темного цвета. У меня вот темно-коричневый. Мы хорошенечко вот так вот кисточкой, не особо стараясь, раскрашиваем все. Вот что получается. Вот эти белые вот вещи, пусть вас не пугают. Мы это все закрасим другим цветом. Теперь нам нужен оттенок намного светлее, чем тот темный, который мы изначально наносили. Мы им выделяем вот эти вот выпуклые части. Дверь, рамы, балкончик. Это нужно для того, чтобы создать объем. И вот такой вот кисточкой полусухой, едва касаясь, наносим вот такие вот хаотичные мазки на выступающие части коры по всему дереву. Это несложно. Вот так вот просто главное, чтобы была кисточка практически сухой. Вот вы промокнули ее и вот таким образом наносите. И вот так вот сменой цвета выделяете структуру дерева все больше и больше. Вот что получается. Теперь я беру еще более светлый тон коричневого. И еще раз выделяю выпуклые части. Это у нас дверь. Вот так вот немножечко. И балкончик. Вот таким образом. Главное соблюдать вот эту поочередность. Темный цвет, потом гораздо светлее и еще чуть светлее. Окошечки мы тоже выделяем и немного крышу. Теперь я решила делать зимнее дерево. Я добавляю белый цвет. Если вы хотите, например, создать дерево с зелеными листьями. Кстати, у меня есть классный мастер-класс, как сделать реалистичные листья из полиэтиленовых пакетов. Подсказка будет вверху. Но у меня будет дерево сейчас зимнее. Поэтому я практически вот такой сухой кистью, обмакнув ее белую краску, хорошенько сняв эту краску, прохожусь вот таким вот образом по выпуклым частям дерева. И проявляю структуру. Очень хорошо она видна. Вот так имитация, как будто снежок и изморозь. Вот что-то такое. Вот так вот я добавляю. Вот смотрите, там, где выпуклые части, я больше прорабатываю, более интенсивно, как будто снежок намерз. Так будет еще лучше выглядеть по краешку балкона, по краешку окон, крыши, двери. Вот таким вот образом я хорошенечко выделяю. Ну и всю кору тоже прорабатываю. Вот так вот по порожку немножечко, по двери. Совсем чуть-чуть, еле-еле окрашенной кистью полусухой. Вот как хорошо светлый цвет выделил структуру. Теперь, когда уже все подсохло и будет удобно браться за верхние веточки, я раскрашиваю подставочку. Можно взять черный, можно темно-коричневый, темный цвет. И хорошенечко вот так вот все тщательно закрашиваем. Вот что получилось. Такое вот у нас зимнее дерево. Уже в принципе хорошо. Но хочется еще добавить прям снега. Знаете, такого... Я возьму клей ПВА. Любой подойдет. Абсолютно любой. Канцелярский, строительный. Его нужно совсем немножечко. Вот столько вполне хватит. Немножко разбавляю его водичкой. Тоже так на глаз. Чуть-чуть. И делаю вот такую жидкость. Она мне нужна для того, чтобы сделать вату твердой. И защитить ее от влаги. Так вот хорошенько размешиваем. До однородной массы. Берем обычную вату. Самую дешевую, самую обычную вату, которая есть в каждом доме. Берем маленький кусочек. Вот так вот я буду ее прикладывать. И будет вот такая вот имитация снежка. Можно ее так приложить и потом кисточкой пройтись. Вот таким вот образом. Но это не очень удобно. Поэтому лучше вот так вот место смочили немножко. А потом прям в ватку окунули в эту жидкость. С клеем. Отжали ее хорошенечко. Вот таким вот образом, чтобы жидкости было поменьше в ней. И потом вот разрывая на мелкие кусочки, вот так растягивая, не особо стараясь, вы ее вот так вот распределяете, как вам нравится, имитируя снежок. Вот таким вот образом. Когда она высохнет, она будет твердой. Вот так вот. Аккуратно обмакиваем. Выжимаем жидкость максимально. И вот так вот разделяя ее кусочками, хорошенько укладываем так, как нам вот хочется, чтобы у нас вот такой вот снежок был красивый. Выглядит достаточно реалистично. И делать это просто. Просто исправить, если вдруг что-то положили, вам кажется, это лишним. Просто убрали и все. Захотели добавить, взяли кусочек еще один намочили и добавили. Вот так вот я все здесь, здесь вот сверху на крышу еще положу. Вот что получается. Такой вот снежочек. Теперь я хочу вот здесь еще побольше добавить на веточках. Вот там, где в принципе он мог нападать. И как-то еще ветки хочется немного покрыть снегом. Можно и так оставить, но мне вот хочется еще добавить сюда немного снега. Беру кусочек, промакиваю его, отжимаю. Вот так вот немножечко порвать. И прикладываю. Прикладываю и поправляю, смотрю, вот сделаю так вот, как мне нравится. Всегда можно подправить, исправить, убрать или добавить. В этом вот вся прелесть. Такого вот творчества. Ну, таким образом приблизительно. Веточки все покрываем ватой. Теперь хочется вот как-то еще чего-то праздничного, блестящего сюда. Глиттера нету. Есть дождик. Девиз моего канала из всего, что под рукой. Поэтому берем дождик. Срезаем с него немножечко блестящих вот этих штучек. И вот так вот просто посыпаем вату. Вам, может, не видно, но это очень красиво блестит, когда попадает свет. Вот, смотрите, как замечательно. Вот так вот посыпаем. Еще я вот нашла у моей дочки, выпросила вот такие вот блесточки в виде звездочек. Я беру, так как они тяжеловатые, я немножко еще клеем покрываю места, где я хочу их добавить. И посыпаю ими хорошенько. Вот и порожек, и снежок. Вот это все добавляет блеска. И сверху тоже вот хочу немножечко добавить. Вот так. Чтобы придать еще больше праздничного настроения нашему творению. Вот что получается. Такое эльфийское дерево, домик для феи. Я поместила туда внутрь гирлянду. Мы делали специальное отверстие для этого. Так вот симпатично это все смотрится еще с дождиком украшенное. И особенно радует то, что это все буквально из всего, что под рукой. Ничего дорогого, какого-то специального покупать не пришлось. Друзья, подписывайтесь. Я поделюсь с вами самыми интересными и классными идеями.